Для православных верующих наступил светлый праздник Пасхи. Христос воскресе. Слова, которые прозвучали в воскресную полночь во всех храмах. И будут звучать еще 40 дней до Вознесения Господня. Как люберчане встретили светлое Христово воскресенье, смотрите в нашем сюжете. В Преображенский храм на Всенощную пришли сотни горожан. Праздник Пасхи предваряет долгий Великий пост. Время покаяния, осознание своих грехов и ошибок. Вместе с Богом как будто воскрешает наша душа. И в ней просыпается все самое доброе, светлое. Сердце наполняется радостью, любовью, с которой хочется делиться со всеми вообще окружающими людьми. Я хочу всем пожелать вот этого состояния души, любви, радости. И чтобы это чувство нас не покидало никогда. Один из важных моментов праздничной службы – крестный ход. До наступления Пасхи священнослужители и прихожане обходят вокруг храма. Это символизирует путь навстречу благой вести о воскрешении Христа. Христос воскресе из мертвых, смерти в смерть поправ, И сущего грабежь живого на руках. Христос воскресе! Париж на воскресе! В знак воскресения православные зажигают свечи. Начинается пасхальное заутрення. Церковные двери отворяют. Духовенство и молящиеся входят в храм. Нет, я первый раз. И очень-очень довольна, и мне хорошо на душе. Священнослужители облачены в белые ризы божественного света. Это отклик библейского сюжета, где ангелы возвестили миру благую весть. Позже одеяния сменяют на красные. Символ крови, пролитый Господом, и торжества победы жизни над смертью. Празднование воскресения Иисуса Христа продолжается в течение недели. В церкви ее называют Светлой Седмицей. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.